Всем привет! Вы попали на наш семейный канал, и сегодня мы снимаем очень нетипичное для нашего канала видео, которое мы вам уже очень давно обещали. Это видео знакомство с нашей семьёй. Да, мы решили рассказать, кто мы, почему мы оказались в Литве, почему мы снимаем видео, ну и вообще такая краткая информация о нас. Да, потому что вы задавали вопросы, и мы решили начать со знакомства. Так что приступим. Меня зовут Верослава, можно кратко. Вера, мне 21 год, и я из Киева, из Украины. Меня зовут Саша, мне 26, и я тоже из Киева, из Украины. По образованию мы оба инженеры и учились в одном университете, в Киевском политехническом институте, но у нас разный профиль. Я инженер в области радиотехники, а Саша в области... Я инженер в области механики, материалов и специальных методов обработки металлов. Как-то так. Это если очень кратко и... И по-простому. Да. Как я люблю говорить. В общем, образование и обучение на инженера у меня лично уже сейчас занимает седьмой год у тебя. Я учусь, если так сказать, после школы, я учусь с 2007 года. То есть я учусь уже больше десяти лет. Да, и картина у нас примерно одинаковая. Сначала колледж, потом университет, бакалавриат, потом магистратура. Я сейчас на уровне магистра учусь, а потом... А потом аспирантура. Взрослая жизнь. Да, да, аспирантура и работа. Так, мы немного записали здесь пункты, поэтому мы будем немного подсматривать. Так, вместе мы больше шести лет, ну и женаты где-то полтора года. Это кому интересно, потому что канал семейный, возможно, у вас возникают такие вопросы. И сейчас мы хотим рассказать немного о наших интересах, хобби, возможно, о ценностях. Сего на сем. С тебя? Ну, давай с меня, что... Так, если с меня, ну, давайте начнем, наверное, с одиннадцатого года, с Киевского политеха, когда я приехал в Киев. Здесь я начал как бы работать, учиться и параллельно работать. Работать в сфере, которая мне больше всего нравится. Это работа с автомобилем или приближенная тема к автомобилям. Но я работал не на рабочей специальности, а в сфере интернет-маркетинга. То есть я и сайты делал, и пиаром занимался, и рекламой, и рекламой в интернете, и написанием текстов, и фото, и видео, все, что можно. Благодаря одной из компаний я познакомился в Украине с очень такими влиятельными людьми в сфере автоиндустрии, это как и переоборудование автомобилей, причем переоборудование такое дорогое, можно сказать, и с журналистами автомобильными. И здесь как бы я был там, где я... там, где и хотел автомобили, ездили постоянно, там журналисты звонили, у нас есть автомобиль, интересно, приезжай, посмотришь. Ну, как бы особо писать или снимать мне не разрешали, потому что я приезжал к журналистам, которые этим занимались, у них были свои контракты, и как бы я просто присутствовал. Но я был там, где хотел, среди журналистики и автомобилей, автомобилей в первую очередь. Так прошло как бы мое обучение на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Конечно же, менялись компании, менялись люди, но было довольно-таки интересно. И было интересно работать непосредственно с руководителями этих компаний, с журналистами, а не на каком-то там, самом низком звене. Потом, чисто случайно, благодаря вере, я попал в Литву по программе обмена по Erasmus, это уже когда я был на аспирантуре. Я попал в Литву на полгода, это было с сентября по январь. Это был 17-й год. И я попутешествовал по Литве за это время. На моем втором канале есть видеоролики, там про Клайфи, Дукауна, Скальни, там же Вильнюс, первое знакомство. И можно сказать, что я влюбился в эту страну, она мне понравилась. Ну, Вера будет рассказывать. Мы еще попутешествовали и по другим странам, но как бы Литва стала как бы таким очагом спокойствия, что-то такое домашнее. Особенно понравилась Клайфи, да. Это море, порт, Курская коса. Ну, да. Курская коса. Как-то так. И после этого мы решили, что нужно попробовать как-то переехать в Литву, если есть какие-то возможности. И мы оказались здесь. Сейчас как бы интерес это Литва, автомобили. Все-таки кручусь в эти автомобили, меняю эти автобазары, смотрю все. И, ну, обучение в аспирантуре, все-таки материаловедение. Это там, это то, что, можно сказать, приносит деньги и тоже какую-то часть удовольствия. Да, и все это как-то взаимосвязано все-таки. Да, и все это постоянно взаимосвязано. Учеба и работа. Да, если вернуться к вопросу об интересах, Саша уже зашел дальше чуток по пунктам, то у меня очень интересные интересы. Я очень люблю бросать себе вызовы. И, в принципе, как раз после школы, когда был девятый класс, и когда встал вопрос, куда я хочу поступать, а я четко решила уходить после девятого класса, я не сильно долго думала и пошла туда, где мне будет тяжелее всего. То есть в инженерию. Почему тяжелее? Потому что вообще на протяжении всей моей учебы в школе тяжелее всего мне давались какие-то вот естественные науки. Я имею в виду физику, математику, схемию, биологию и так далее. Мне все было хорошо. И я решила бросить себе вызовы, доказать, что, в принципе, в этом мире, в этой жизни возможно всё и возможно прожить ту жизнь, которую ты хочешь и которую ты выбираешь. Так я поступила в колледж. И мне очень понравилась, в принципе, радиотехника, телекоммуникации. И я решила как-то продолжать развиваться в этом направлении. И поступила потом на бакалавриат. Окончила и колледж, и универс с красным дипломом. И поняла, что хватит с меня этих красных дипломов, потому что это очень сильно портит нервы и здоровье. Потому что ты понимаешь, что знания, они никак не измеряются оценками. И ты просто иногда впустую тратишь свои ресурсы, своё время, своё настроение. И получаешь всего лишь какую-то оценку. И никакого наслаждения, результата в виде знаний ты не получаешь. Поэтому я решила сейчас на магистратуре засредоточиться именно на опыте, на знаниях, на чём-то новом, на общении с преподавателями. И решила подойти к этому вопросу с точки зрения того, что нужно выжать из преподавателя максимально из того, что он готов тебе дать. И мне кажется, что это достаточно правильный подход, и нужно было бы пользоваться им раньше. И из интересов... Ой, я увлекаюсь видеомонтажом, и, наверное, поэтому у нас есть такая платформа. У меня тоже был свой канал, но сейчас он временно закрыт, потому что я учусь на магистратуре, и это занимает достаточно много времени и сил. И я очень хочу вернуться, конечно же, к видеомонтажу, к съёмке своих видео на свой канал. Но я не знаю, когда это случится. Надеюсь, в скором времени. И я очень интересуюсь темой экологии, веганства, питания. Уже очень-очень давно, лет 6-7, возможно. И я думаю, уже все на этом канале знают, что я веган. И всем очень интересно, как мы живём. Но об этом мы расскажем в следующих видео, когда будем отвечать на самые распространённые вопросы на нашем канале. Так что ждите, или если оно уже на канале, то обязательно смотрите. Так, почему мы решили уехать из Украины, и каким был процесс? Когда я училась на втором курсе, Бакалавиата, да. Я выиграла... Не, учащаясь ещё на первом курсе, я выиграла поездку по обмену вот в первое семестр второго курса. И я поехала учиться в Люксембург на совершенно другую программу, на компьютерные науки. То есть это программирование, какая-то информационная безопасность. И мы жили в это время отдельно. Как раз в это время Саша был в Литве первый раз, а я поехала туда. Это было очень тяжело, но очень интересно. И за то время мы попутешествовали... Мы побывали в Люксембурге, Литве... В Бельгии. В Бельгии, причём как и в центральном городе, так и мы поехали... В Остенде. В Остенде мы поехали, мы поехали в Брюге, конечно. Да, это было тоже Рождество, кстати. Это было совсем недавно. Это было Рождество. Ещё вместе мы были в Германии. В Трире. Мы ездили в город Трире, да. И есть видео, кстати, из этого города на Сашином канале. И, кстати, после того, как мы съездили и уже сели монтировать это видео, мы узнали об этом городе такие факты, о которых не знали, когда поехали. И поэтому, когда мы снимаем видео на наши обычные основные каналы, мы теперь стараемся готовиться заранее, чтобы знать какие-то интересные детали, потому что мы немного даже пожалели, что мы не знали всех этих нюансов, когда были в самом городе. Да, там вроде бы такой маленький городок находится недалеко от границы с Люксембургом, но имеет очень огромную историю. Ещё мы были в Польше, в Варшаве. И я ещё отдельно был в Беларуси не один раз. Я в Страсбурге тоже была. Это Франция. Да, во Франции в Шерлер-Руа. И так я уже всего и не вспомню. Ну, мы были многое где. Во Франкфурте ты была? Да, Франкфурт. В Франкфурте и в Италии. А, да, в Италии. Но в Италии я была уже после этого. Ну да, но всё равно, где мы были. В Италии я была в мае месяце по программе для инженеров. Это тоже как маленькие, короткие курсы длительностью в две недели, по-моему, до двух недель для инженеров. И Бест называется организация. Я ездила в Милан. И потом после Милана ещё попутешествовала немного по Венеции. Так что приключений хватало у нас в жизни. Да, мы попутешествовали по Европе. У нас как бы есть понятие, какая страна, в какой стране, где люди живут. Потому что когда мы путешествуем, мы стараемся не ходить по заезженным туристическим маршрутам. Мы стараемся найти глубинку, спальные районы, чтобы увидеть, как именно люди живут в спальных районах, какие там кварталы. Ну, всё вот это, а не обычные туристические маршруты, где всё красиво убрано и туда хочется возвращаться. Да, мы всегда стараемся, когда приезжаем в какую-то новую страну, изучить её изнутри. Поехать туда, где никто не ходит, посмотреть, как реально живут люди, возможно, у кого-то поспрашивать. Потому что когда ты приезжаешь туристом, и когда ты смотришь на все эти достопримечательности, ты понимаешь, что, конечно же, власти, они постарались для того, чтобы это всё выглядело более-менее красиво. Хотя в Брюсселе так не показалось. Там было, когда мы приехали, очень неубрано, грязно. Брюссель — это один из тех городов, в которых больше никогда не хочется возвращаться. Да, или хочется вернуться, чтобы точно убедиться, что это так всегда. Ну и возвращаемся к вопросу, почему мы решили уехать из Украины. Можно сказать, так получилось в течение обстоятельств. После того, как я уехал по своей программе «Расус» уже назад в Украину, я хотел бы как-то вернуться. И Вера здесь была в Литве, и нам... Я проездом была в гости, да. Но нам понравилось. Нам очень здесь понравилось. Тихо, спокойно, красиво, уютно. И мы решили искать возможности. Такие возможности мы нашли. И через полгода после того, как я уехал, мне сказали, что есть возможность попробовать, попытаться поступить на аспирантуру по ВГТУ. Но никто никаких гарантий не даёт. То есть, если хочешь, желание есть, пожалуйста. Есть профессор, который согласен с тобой работать. Пожалуйста, связывайся с ним, контактируй, пооформляй все документы и подавайся. В общем, следующих полгода я готовил все документы, переводы, сертификат знания английского. Да, короче, вся бюрократия, которая была нужна, она делается... И потом, опять же, летом, да, летом 17-го года, получается... Ну, получается, что... Да, летом 17-го года мы ещё раз приехали сюда, потому что мне сказали, нужно приехать на комиссию, перед комиссией ответить на все вопросы, и тогда будет приниматься решение. Расскажи, что это за комиссия? Почему это важно было? Это вступная комиссия на факультете. Там были представители факультета, института, которые рассматривали ту тему, над которой ты будешь работать, потому что аспирантура — это как бы ты работаешь над какой-то конкретной темой, и ты должен закрыть этот вопрос за 4 года. Всё это происходило на английском языке, конечно же. Приехали, были здесь, в моём районе, полторы недели, прошли комиссию, и на комиссии... Я один ездил, да, 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 я один ездил. А, мы весной ездили ещё раз один. И мне сказали, да, хорошо, мы вас принимаем. И с того времени, с 2018 по 2019 год я жил в Литве, учился, работал. Мне также предложили поработать в университете, читать на английском языке лабораторные работы по направлению материаловедения. Там ни один предмет, их там 6 или 8, но я не помню точно. На английском языке лабораторные работы для иностранных студентов или для литовцев, которые выбрали обучение на английском языке. А Вера в это время... Я жила в Украине, я ждала Сашу, защищала свой диплом, то есть бакалаврский, и готовилась к поступлению на магистратуру. Сюда же в Литву? Да, я твёрдо решила, что я не хочу оставаться в Украине, да и муж мой, в принципе, как бы уехал в другую страну, в этом просто не было смысла. И я начала рассматривать варианты, как мне продолжить учиться в Литве, потому что, в принципе, других вариантов я не рассматривала для того, чтобы идти там туда устраиваться, потому что я нацелена на какую-то академическую стезю, преподавать, возможно, но об этом я пока не буду загадывать и говорить. И я начала рассматривать программы, возможно, какие-то стипендиальные, и нашла одну программу, которая подходила... Вернее, которой я подходила по всем критериям. Это был как раз последний год, когда я вообще могла поддаваться по возрасту. И я написала мотивационные письма ещё зимой, подготовила все рекомендательные документы все. И у меня выигрыш вот этого гранта на обучение занял примерно больше полугода. И только в августе месяце девятнадцатого года я получила уведомление о том, что меня приняли на бесплатное обучение на магистратуре по той программе, которую я выбрала на два года. То есть мне покрыли финансирование, плату за обучение, и ещё выплачивают стипендию. То есть я очень сильно старалась, училась, и, наконец-то, я здесь, и у меня есть возможность быть вместе со своим мужем и жить вместе. Вот так, вкратце, почему мы решили уехать? У нас просто так сложились обстоятельства. Это не то, что мы были нацелены уехать из страны. Мы... Лично я, я думаю, ты тоже, я очень люблю Украину и очень люблю людей, которые там находятся, и, в принципе, всё это движение, но, конечно же, сейчас в связи с разными обстоятельствами здесь намного спокойнее, тише, но... Уютнее. Уютнее, да, но это никак не потому, что мы там хотели убежать или что, ещё что-то такое. Просто так получилось. Там всё-таки остались наши родные, наши друзья, а здесь мы начинаем всё заново, как сказать, с чистого листа всё. Так, следующий вопрос. Зачем мы начали канал семейный? Мы как-то давно об этом думали. У меня был мой канал, на который я снимаю ролики, но там, как бы сказать, сборная солянка обо всём. Автомобили, путешествия, что-то там, ремонтируй, не ремонтируй, там всё. И, кстати, я его буду продолжать. Надеюсь, мне удастся его продолжить. Всё в твоих руках. Да, есть идеи, но как бы на все идеи нужны деньги. Может, удастся. И мы решили как-то начать совместный канал, влоговый, чтобы было всё, как бы, два дня в неделю выкладывать видео, всё строго по... Да, по графику. По плану, да. И, в первую очередь, это для себя, для себя, чтобы мы потом, через год, через два, через три, чтобы мы могли посмотреть, как всё это было, как всё начиналось, как что-то мы делали, может, мы что-то делали неправильно, и понять, в общем, что мы делали, зачем мы это делали, и как мы это делали. Ну, и вспомнить, потому что, в первую очередь, это память. Конечно же, это память. Да, мой ответ на этот вопрос в том, что у нас были свои каналы до создания этого семейного канала, но что-то нас постоянно сковывало в развитии наших личных каналов. И мы, конечно, полтора года жили отдельно, каждый снимал на свой канал, монтировал, и потом, когда мы сейчас начали жить вместе, это логично, создать общий канал, потому что очень много времени мы проводим вместе, и у нас достаточно удобные графики для того, чтобы проводить больше времени вместе. И это огромный плюс учебы в университете. Ездить, куда-то путешествовать. Да, и поэтому, в принципе, возникла идея того, чтобы создать вот такой вот общий канал, снимать общее видео, и, в принципе, просто делиться своей жизнью, как начинающих людей в Литве. Студентов в Литве. Хоть студентов в Литве. Так, ну, на этот вопрос, думаю, мы ответили. Следующий вопрос, чем мы занимались в Украине, ну, как-то я уже чуть-чуть затронул, я занимался, параллельно с тем, как я учился, я всегда работал, и в основном это был интернет-маркетинг в том или ином виде, email-рассылки, SMM, PR, все-все, что можно сказать под этим словом, причем я всегда старался пробовать себя в разных сферах, не только в сфере автомобилей, но это были и различные сферы, чтобы понять, как люди себя ведут в разных сферах и потом сопоставить все это в какое-то узкое русло, ну, в общем, чтобы понимать людей. Это очень полезно, когда ты преподаватель, кстати. потом я переехал в Литву, и все это как бы захлохло, можно сказать, потому что в Литве такую же работу я найти не могу, потому что все впирается в знание языка, здесь нужно знать литовский язык. Можно идти на английском, но я как-то не сильно старался искать, поэтому, возможно, возможно, когда-то вернусь, но не знаю. Но ты сильно хотел найти что-то такое? Или ты хотел все-таки уйти в то, что ты учал? Я хотел в автомобиле, автомобиль, может, вот блог, видео блог, блог, мне в этом и поможет, поскольку в Литве хорошие цены на автомобиле, идея есть. Вы уже заметили, что Саша очень любит машины, что он очень часто ездит на всякие авторынки, смотрит, что почел, и это все не потому, что он хочет купить все машины в Литве, а потому, что ему просто интересно, и все. Что, как, из чего? Да, я в Украине училась, потому что, в принципе, бакалавриат, он не сильно подразумевает работу, хотя Саша умудрялся работать. Особенно на твоем факультете. Да, на моем факультете это было очень трудно работать, потому что нас много отчисляли, и то, что я закончила радиотехнически, для меня это личная маленькая победа и гордость. Да, достижение. И, но, до, кстати, до поступления на бакалавриат, да я еще училась в колледже, я тоже интересовалась журналистикой, в принципе, мы в этом немного даже как-то соприкасаемся этим интересом, и я стажировалась на радио, вообще пыталась, пыталась как-то разузнать эту среду изнутри, посмотреть, что к чему. Мне, конечно, все это понравилось, но я для себя лично решила, что нужно идти туда, где сложнее, не нужно идти, где у меня все получается, потому что тогда жизнь становится менее интересной, но, наверное, более счастливой, потому что у меня всегда какие-то карусели, знаете, и удачи, и успехи, и ты вот между этим постоянно балансируешь как-то. Это интересно, но это очень тяжело, поэтому я надеюсь, что я приложу все усилия для того, чтобы у меня было больше удачи и успехов в этой сфере. Я помогу, очень смогу. Ну да. И последний вопрос, это о чем мы снимаем и хотим снимать. В первую очередь, я думаю, на этот наш семейственный канал, это будет канал о нашей жизни, о наших каких-то успехах, возможно, неудачах, трудностях, о всем, что касается как жить в Литве, про язык, потому что много кто спрашивает как в Литве, на каком языке вы преподаете и так далее, про язык, про все, про нашу жизнь в другой стране можно так сказать. Возможно, будем путешествовать, не знаю, время покажет. В общем, все будет о нашей жизни. Да, то есть, в принципе, семейный канал, он и подразумевает, что это будет рассказ о жизни семьи, поэтому, я думаю, мы будем продолжать идти и двигаться в этом направлении и рассказывать нам о том, как мы живем. Что ж, я думаю, на этом все. Возможно, у вас остались еще какие-то вопросы, и мы выписали не все пункты, о которых следовало бы рассказать, поэтому... Ваши люди в знакомстве. Да, обязательно пишите где-то в комментариях свои вопросы, свои пожелания тоже, и свои впечатления вообще от этого видео. мы все читаем, на все отвечаем, и нам всегда приятно читать комментарии, какие-то отзывы наших зрителей, так что не стесняйтесь, тоже пишите. Все, спасибо всем за внимание, всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok